Книга «Открытым оком», пятый том, тема литературы, вопрос 1488. Можно ли определить, что такое поэзия и нужна ли она? Сегодня столько поэтов и поэтесс появилось, а польза от них какая? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В некоторой отдаленной мере я причастен был к этой сфере. Что-то писал сам, что-то заучивал и использовал при проповедях и в книгах, в магнитных записях. Поэзия облегчает запоминание легкостью звучания, рифмой. Но если раньше этим и довольствовались, то сегодня сплошь и даже у верующих поэзий именуется вычурность сравнения. Необычное видение предмета, события. То есть, чем цветастие завуалирует суть, тем поэтичнее и тем ценнее. Я сравнивал в некотором роде это с православным богослужением, но в смысле только непонятностей. Совершенно ясные события нужно же было так завуалировать, так опечатать, что даже служащие не понимают, что же в этом движении, выходе в этих словах. К поэзии сегодняшней никак нельзя серьезно относиться. Любят писать и про слезы ангелов, и про говорящие купола и колокола, и про святую Русь, и про лужи, и про журавлей. Ни к душе, ни к сердцу, и запоминать невозможно, и тем более пропеть. Возьмите стихи Некрасова, Надсона, сколько же там смысла, круто замешанной беды. Сегодня же ни видения, ни обличительного глаза, ни задухающихся под ермом псевдоверы государственной. Прислал мне книгу стихов инок Всеволод, Филиппьев, «Ангел апокалипсиса». Я прочел, перечитал еще и нашел 304 неточности. Несоответствие, заумничание. Сам по себе человек видно, что мягкий. На стройке не будет в подсобниках на морозе. Ибо все у него там на Афоне, у Кельи, где и запечатлен. На 152 странице едва нашел три куплета, которые можно было бы при людях читать. Вопрос, зачем он это писал? В предисловии пишет, что 24 и более того изданий печатали эти стихи. От них никому ни жарко, ни холодно, они что есть, что нет. Выдумывает сравнение, а они только дело затуманивают. Кружение на одном пятачке. Вокруг храма, вокруг развалин. Ни беды не видит, ни трагедии, что люди остались без Левангелия. Виновата же в этом церковь православная. Иначе как не видит этого. Страница 61. Мои стихи, мои друзья, о сколько раз меня спасали. Все их бумажные скрижали с их светлой тайной бытия. Мои друзья, мои стихи, я доверял вам скорби сердца. А вы подарками из детства из-под моей текли руки. Стихи мои, Творца прославьте. Ведь это он благоволил, чтоб утомленный жизнью странник. Солмами сердце укрепил. Куда ни глянь, куда ни посмотри. Там рабство, здесь разврат, и всюду плачи. И всюду палачи. Познавший жизнь навеки замолчит. Все возвращается на прежние круги. Излит твой аловастровый сосуд. Нагрешный мир, прельщенный суетой. Но мир опять вершит неправый суд. Не дорожа небесную росой. А ты все ждешь, все долго терпишь нас. А мы гробы, окрашенные в кровь. И даже в этот предпоследний час Мы отвергаем высшую любовь. Субтитры создавал DimaTorzok